здравствуйте друзья в этом обзоре как я и обещал мы займемся сравнением двух мониторов качества воздуха из экосистемы умного дома сяоми мидзя и clear grass посмотрим на конструкцию возможности в системах управления умным домом и конечно же займемся замерами начнем с внешнего осмотра очевидно разница в конструкции устройство от clear grass можно условно разделить на две части основной модуль и экран монитор мидзе сделан в виде моноблока экран clear grass имеет соотношение сторон один к одному диагональ 3,1 дюйма разрешение 720 на 720 точки выполнен по технологии IPS у мидзе прямоугольный 16 на 9 экран диагональю почти 4 дюйма и разрешением 800 на 480 точек визуально он больше однако качество картинки конечно хуже хотя для устройства такого класса это далеко не самый важный параметр благодаря конструкции монитор мидзе можно поставить и вертикально экран переворачивается автоматически однако в таком расположении будет закрыта одно из торцевых отверстий через которые прибор поступают воздух так что это скорее положение для ручного измерения не для стационарного использования под углом IPS экран читается лучше о состоянии монитора мидзе в таком положении можно судить скорее по цвету экрана чем по показателям оба устройства имеют встроенный аккумулятор благодаря которому они могут находиться некоторое время без стационарного питания чтобы не сбрасывался сенсор летучих органических веществ если есть необходимость вручную перенести прибор для измерения то мидзе для этой цели немного удобнее оба монитора подключаются к источнику питания при помощи юсб тайп си воздухозаборники clear grass находится спереди и сзади у мидзе по бокам в быту мидзе оптимально использовать в режиме вывода всех показаний их напомню 5 у clear grass есть удобный вариант со скринсейвером с отображением еще и часов с погодой на момент публикации этого обзора я пользуюсь таким вариантом режим отображения пяти измеряемых параметров воздуха без перехода в режим скринсейвера но здесь как говорится дело вкуса перейдем к системам управления умным домом и начнем с мехом как наиболее часто используемым среди владельцев устройств случае с clear grass для него это интеграция в сторонние приложения это просто экран с текущими показаниями без возможности получить исторические данные или описание параметров это доступно только с экрана самого устройства в случае с мидзе для которого me home это родное приложение плагин конечно побогаче показания разделены на три экрана датчик пыли pm2 и 5 датчик лови расчетный co2 температура и влажность каждый экран имеет исторические данные включая такие показания как точки комфорта их можно просматривать в разрезе дня недели и месяца по каждому из параметров можно почитать расшифровку показаний не только с экрана как у clear grass но и в приложении эти данные нужны чтоб корректно настроить работу автоматизации что касается автоматизации то у clear grass больше возможностей за счет аппаратного сенсора co2 он может похвастаться десятью вариантами триггеров ниже или выше заданного по каждому из пяти параметров уметь за их 8 расчетный датчик co2 в автоматизациях не участвует зато у него есть другой бонус он работает как bluetooth шлюз home assistant оба монитора воздуха пробрасываются совершенно одинаково через штатный компонент air quality по протоколу xiaomi mio обе сущности одинаково в состоянии отображается текущие показания сенсора пыли pm2 и 5 все остальные сенсоры в атрибутах что касается атрибутов тут есть некоторые отличия для clear grass сенсор co2 имеет название атрибута карбон диоксид у мидзя название атрибута более длинная карбон диоксид эквивалент так как это значение рассчитывается математически сенсоры летучих органических веществ хоть и имеют одинаковое название но очень сильно отличаются количественно потому что clear grass отдает значение в ppb частей на миллиард а мидзя миллиграмм на метр кубический и это не зависит от того какие единицы вы выставите в настройках для преобразования придется делать дополнительный сенсор который будет учитывать коэффициент единиц измерения методика создания сенсоров которые берут данные из атрибутов сущности совершенно идентично только надо учитывать нюансы с названиями и единицами измерения про которые я только что рассказал переходим к главному сравнение показаний оба монитора я разместил возле открытого окна для калибровки сенсоров летучих органических веществ все старался делать максимально синхронно для полной чистоты эксперимента напомню что калибровка длится 4 часа остальные датчики не калибруются аппаратный сенсор co2 в мониторе clear grass имеет свою калибровочную камеру с эталонным воздухом проще всего оценить показания температуры и влажности для чего я разместил вместе с мониторами еще два экосистемных сенсоров тут показания более правдоподобные у мидзе влажность у трех участников находилась в пределах 57 59 процентов то время как у clear grass около 64 температура наоборот у него оказалось ниже чуть более 18 градусов то время как показания трех других сенсоров от 19 до 19 и 7 градусов цельсия в условиях чистого воздуха показания датчиков пыли по m2 и 5 можно назвать идентичными также невелики расхождения аппаратного и расчетного сенсоров co2 не более 10 процентов сенсоры лов отличаются в два-три раза но количественно на уровне тысячных долей комнате с открытым на проветривание окном на камеру качество картинки экранов сильно отличается хотя конечно визуально таких артефактов на экране нет clear grass сильно завышает влажность параметры мидзе более реальные температуру наоборот clear grass показывает ниже тут тоже более корректен мидзе показания по m2 и 5 практически совпадают очень близки значение co2 слов ситуация также расхождение вдвое но количественно в пределах нормы по моим наблюдениям для нормально проветренного помещения показания мидзе в совокупности с учетом температуры и влажности точнее чем у более дорогого clear grass но что будет если закрыть окно при достижении какого-то из параметров воздуха значения выше нормы у clear grass цвет меняет только полоска под показания а у мидзе цвет меняет весь экран так кстати он и используется экран желтеет проветривай комнату все очень легко но что с показаниями температура и влажность все понятно с этими разобрались датчики pm 2 и 5 уже не так близки как раньше но все же в диапазоне нормы а вот показания летущих органических веществ отличаются в те же три раза но уже на уровне десятых они тысячные за счет этого расчетное показание сенсора co2 у мидзе значительно выше реальных показаний аппаратного сенсора clear grass можно увидеть значение в 2000 частей на миллион при реальных 1200 сейчас я открою окна и мы понаблюдаем за реакцией монитора после того как началось проветривание расчетное показание co2 резко стали уменьшаться реальные же пока без изменений очень скоро расчет догнал реальный показатель и дальше показания движутся более менее похоже то полностью совпадая то со скачками в 10 20 процентов причем расчетный временами почему-то скачет в то время как реальный просто плавно снижается параллельно с моими исследованиями один из подписчиков моего канала оказал мне неоценимую помощь проведя свои независимые измерения измерения проводились сразу с тремя сенсорами clear grass и одним монитором мидзе запись данных происходило каждую минуту со всех датчиков одновременно в течение длительного времени в результате получились таблицы с несколькими тысячами показаний которые я свел в графике показания сенсоров пыли pm2 и 5 у показаний мониторов clear grass синие графики мидзе оранжевый как мы видим форма графиков очень схожа но показания всех clear grass ниже чем у мидзе по моим наблюдениям данные этих сенсоров всегда близки показания сенсоров co2 цвета аналогичны аппаратные сенсоры clear grass реагирует на изменение среды совершенно одинаково хотя сами показания немножко различаются а вот мидзе склонен к хаотическим прыжкам и падениям хотя временами ведет себя адекватно по моим наблюдениям ему можно более-менее доверять при значениях порядка 1000 ppm выше он начинает сильно врать а вот график сенсоров летущих органических веществ самый странный из всех два из трех мониторов clear grass по показаниям похоже на мой в 2-3 раза меньше чем у мидзе при этом реакция на внешние изменения как можно судить по форме графика у них весьма похоже третий из испытуемых clear grass ведет себя неадекватно с резкими скачками показаний думаю стоит заняться его калибровкой сделать однозначный вывод не так то и просто очевидно что один из самых ключевых параметров качества воздуха это показание co2 более корректный clear grass который имеет аппаратный датчик показания же датчика мидзе основанные на показаниях датчика лов не всегда корректный особенно при высоких значениях начинают сильно врать так что можно сказать что этот монитор более склонен к паранойи однако превышение этих показателем может привести только к одному более частому проветривание комнаты конечно ничего плохого в этом нет также по моим наблюдениям такие показания например как температура и влажность более корректны у мидзе момент написания этого обзора выяснился еще один момент найти на алиэкспресс адекватное предложение на вот такой вот датчик мидзе у меня не получилось его нормальная цена находится в пределах примерно 65 долларов плюс-минус пару долларов из тех предложений которые смог найти это были явно завышенная порядка 100 долларов это говорит скорее о том что в магазине этих датчиков наличии нет найти же sensor clear grass никаких проблем нет он легко доступен наличие его можно приобрести как на алиэкспресс так и в локальных магазинах на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал все самые интересные новости а также распродажи и купоны на товары умного дома можно увидеть на моем телеграм-канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...